Мы продолжаем этот марафон ожирения, который приведет в конечном счете, наверное, к нормализации веса у многих из нас. После демонстрации этих конкретных слайдов мы переходим к следующей теме, которая является коморбидные при ожирении. Это больные с сахарным диабетом, естественно, рушение углеводного обмена, тесно связанное с ожирением. Ну вот здесь показано, что прямая имеется взаимосвязь индекса массы тела и риска развития сахарного диабета, прежде всего, конечно, второго типа. Я бы сделал акцент на том, что вот особенно резко вы видите прирост вот этого синего столбика идет с индекса массы 27, ну а дальше чем больше индекс массы тела, тем больше прирост сахарного диабета в случае. Ну очень наглядная позиция, вот на этом слайде показано, что 5 килограммов, если говорить о прибавке веса, то колебания в районе 5 килограммов, они не отражаются сильно на риске сахарного диабета. Это как только выше 5 килограммов прибавка, это повышение риска диабета почти в 2,5 раза, 10 килограммов и выше в 5,5 раз. Ну и с другой стороны, ну мы с вами тоже видим, что если человек худеет, снижается вес, то у него риск диабета существенно снижается. Ну вот здесь показана статистика, она конечно удручающая, 72% случаев связаны с сахарного диабета с избыточным весом, ну и 1 килограмм за 10 лет повышает риск диабета на 4,5%. Ну это казалось бы не так много, но 1 килограмм за 10 лет. Я просто хотел бы, чтобы наши слушатели оценили динамику своего веса за последние 10 лет и посмотрели, где они находятся по риску развития сахарного диабета. Ну вот посмотрите, если за 10 лет была прибавка 10 килограммов, то получится, что 45% прибавка риска развития сахарного диабета. Почему мы говорим о тесной взаимосвязи, индексе массы тела и риске сердечно-сосудистых осложнений, риске развития диабета? Ну вот эти цифры, они говорят сами за себя, что каждый лишний килограмм и каждый лишний сантиметр талии достаточно радикально повышают риск ЭБС и риск развития инсульта. Это естественно идет все с синергией с сахарным диабетом. Прежде всего, как мы уже говорили в прошлой лекции о том, что нам нужно стремиться к 15% снижению веса от исходных позиций. Но даже небольшое снижение массы тела приводит к уменьшению смертности у пациентов. Вы видите, что это достаточно выраженное снижение смертности. Поэтому, когда работают на школах с ожирением с пациентом, ему не говорят об идеальном весе. Ему всегда говорят о более здоровом весе. Поэтому, любой более низкий вес, это более здоровый вес, это более низкий риск развития сахарного диабета. Если смотреть на ту палитру препаратов, которые используются для снижения веса или которые так или иначе задействованы в лечении больных с сопутствующими нарушениями той же артериальной гипертензии, теми же нарушениями липидного обмена, теми же нарушениями углеводного обмена, то мы увидим с вами, что в принципе у многих этих препаратов есть достаточно мощный потенциал снижения риска развития диабета. Самый большой, как ни странно, есть утиазолин дианинов, но они сегодня очень мало используются для того, чтобы лечить больных с сердечно-сосудистой патологией, особенно сердечной недостаточностью. Очень приличный эффект у метформина, причем за короткий промежуток времени вы видите 31% снижение риска диабета. И мы уже говорили о препаратах к снижению веса, которые разрешены к применению в Российской Федерации. Орлистат минус 37% и отдельно недооцененная, конечно, в нашей Российской Федерации процедура, широко используемая за рубежом, бариатрическая хирургия. 75% риск снижения сахарного диабета, причем там параллельно идет снижение макро- и микрососудистых осложнений. Терапевтические цели такие же, как и при лечении сахарного диабета, они сохраняются при лечении ожирения, а вот здесь уже появляется другой аспект, что у нас сахароснижающие препараты, они влияют на компоненты метаболического синдрома по-разному и влияют на индекс массы тела тоже по-разному. Мы с вами видим, что в зеленой поляне у нас находятся три класса ДПП-4, но сразу скажу, они неоднородны, неоднородны ровно так же, как и по влиянию на сердечную недостаточность. У нас с вами неоднородный метформин, он есть плюсы, есть минусы по снижению веса, но большинство говорят о том, что все-таки он снижает. У нас плюсы агонисты GLP-рецепторов и SGLT-2, то есть вот эти классы препаратов, конечно, с учетом веса действуют наиболее оптимально. Если мы дальше посмотрим на давление липиды и риски гипогликемии, то два последних класса препарата, ингибиторы SGLT-2 и агонисты GLP-1, они оказываются все в зеленой зоне. Сейчас модно у нас делить красная зона, зеленая зона при ковиде. Ну вот здесь, если это следовать аналогии, то в зеленой зоне GLP-1 и SGLT-2. В красной зоне препараты сульфанилмочевины, тиазолиндианины и у нас в красной зоне инсулин, потому что там прибавка в весе налицо. Ну и вот здесь уже эти цифры, они трансформированы, вернее, эти эффекты, они трансформированы в совершенно конкретные цифры. Ну вот отрицательные препараты, красные зоны, где-то около полутора килограммов на сульфанилмочевине, миглинитиды, они редко применяются, не нашли применения в Российской Федерации. Инсулины, мощная прибавка, 4,5-5 килограммов, и азолиндианины приблизительно такие же. Ну а дальше мы видим, что у нас глюкогоновые, мы о них тоже будем говорить, агонисты, до 3 килограммов снижения веса. Вообще идея инкретиновых препаратов, инкретин-меметиков, она логична, потому что они наряду с сердечно-сосудистыми положительными эффектами оказывают положительное влияние на метаболические эффекты, и в том числе позволяют лучше контролировать вес. Но здесь надо учитывать, что мы говорили с вами в прошлой лекции о том, что больные с ожирением, у них снижена функция почек, у них, как правило, бывает ХБП, и поэтому для них особенно важна оценка скорости круглочковой фильтрации, без которой и при сахарном диабете нельзя назначать сахароснижающие препараты, и без ее оценки, тем более у больных с ожирением. Но опять-таки зеленая зона, вы видите, критичный такой рубеж, это скорость кламирулярной фильтрации 50, за ней уже начинаются проблемы, и разные препараты ведут себя по-разному в этом аспекте. GLP-1, конечно, наиболее перспективный класс инкретинов для того, чтобы попытаться справиться с ожирением и его последствиями. Мы видим с вами, как это модно сейчас говорить, наднозологический препарат, и мы видим с вами, что основной механизм их действия, помимо влияния на бета-клетки, на путцию бета-клеток, это замедление порожнения желудка. То есть человек перестает испытывать чувство голода, у него есть чувство сытости. Другой механизм действия у агонистов SGLT-2 рецепторов, они выводят у нас с вами приблизительно 180 граммов блюкозы за сутки. Это приблизительно эквивалентно 340-360 килокалорий. И, соответственно, они работают как в значительной степени им приписывается астматический диурез. Но это не астматический диурез. Если уж говорить с позиции клинической фармакологии, то они больше близки по механизму действия к ингибиторам карбоангидраза. Но они тоже за счет потери калорий и за счет выведения глюкозы, они способствуют похуданию и снижению веса. Вот два исследования наиболее ярких, которые продемонстрировали то, что за срок около трех лет эти два препарата снижают сердечно-сосудистые риски. И отдельно мы поговорим более подробно о сердечной недостаточности на фоне диабета и на фоне ожирения. Здесь особенно великих эффектов. Ну и вот на этом слайде показано, что в среднем они в исследовании лидер было снижение 2 и 3. Эмпорек дал 4, прохожие цифры дал и лироглютит в этом исследовании. Метаанализ говорит о том, что SGLT2 обладает мощнейшим протективным действием. И здесь особо выделяется эмпоглиплозин. Если вы посмотрите, то практически по всем точкам он значительно опережает свои собратья по классу. И безусловно, сегодня это препарат лидер, ну по крайней мере он единственный до недавнего времени, пока не были опубликованы исследования, результаты ДАПа Хатфейла, снижал общую сердечно-сосудистую смертность. Я специально привожу вот этот слайд, потому что вообще мы получили в арсенал свой в последний год совершенно уникальный препарат. Мы, кстати, участвовали в этом исследовании, когда он тестировался, многоцентровое исследование. Фиксированы комбинации эмпоглиплозина и метформина. Ну, что очень важно. Важно то, что они абсолютно взаимодополняют свои эффекты. То есть это, наверное, сегодня одна из наиболее мощных синергичных пар в лечении сахарного диабета. Они, с одной стороны, предотвращают развитие инсулинорезистентности, это делает метформирует, и вместе с тем снижает нагрузку углеводами за счет вот этого выделения их дополнительного из организма. Соответственно, препараты достаточно хорошо подобраны с точки зрения их фармакодинамики. Но теперь посмотрите, пожалуйста, на эффекты препаратов. Я специально касался только эффектов веса, потому что у них столь же синергичный эффект на том, когда они работают на фоне артериального давления, на фоне липидов. Но нас сегодня интересует вес. Когда мы добавляем метформируем поглифлозин, дополнительное снижение, еще 2,5 килограмма по сравнению с тем, что дает метформирует. Высокий процент больных, которые ответили уже 5% снижением через полгода. Каждый четвертый ответил. Это, конечно, очень впечатляющий результат, потому что мы понимаем, что это вдобавок к тому, что мы говорим о снижении веса немедикаментозными. Вспомните, мы говорили о окружности талии. 1 см окружности талии, 2 увеличения процента сердечно-сосудистого риска. Ну вот здесь уже к 2 см подходит, и таким образом снижение риска тоже достаточно сильное на этой комбинации. Ну и дальше, конечно, логично то, что мы с вами должны поговорить о ХСМ, потому что это то состояние, которое априора будет у больных с ожирением. И сюда еще, конечно, добавится фактор часто сопутствующего ожирения сахарному диабету. Ну вот я стадии классификации по старой взял, American College of Cardiology. Смотрите, стадия А, ну фактически это наш пациент. Поэтому здесь, введя пациентов с ожирением диабета метаболическим синдромом, мы предотвращаем трансформацию в стадию Б и уже дальнейшая прогрессия. Мне очень понравился вот этот мультяшный слайд, который показывает, что происходит в разные возрасты, у людей разного возраста с избыточной массой тела. Ну мы видим с вами, что в принципе, если сохраняется вес в 20-40 лет одинаковым, наверное, такое не бывает или редко очень бывает, то и нет никакого повышения риска. Вот теперь уже посмотрите, здесь идет утроение риска при ожирении в 20 лет, это, подчеркиваю, риск сердечной недостаточности. В 40 лет удвоение, ну а дальше, если это возраст 45-84 года, то каждые 5 килограмм на метр квадратный повышают риск развития сердечной недостаточности на 34%. То есть, если больной имел 24,9 и у него теперь 29,9, то риск повышен уже на 34%, при том, что он еще не стал формально больным с ожирением. Ну фантастическая вещь. Ну и дальше мы видим еще одну чрезвычайно важную вещь. Вот эта позиция метаболически здорового ожирения, когда не было дислепидемии, гипертонии и сахарного диабета второго типа, она не работает в отношении сердечной недостаточности. Ну цифра меня убила, когда я ее посмотрел, но не до конца, поэтому вам читаю сегодня. 96% повышение риска развития сердечной недостаточности у больных как бы метаболически здоровым ожирением. Значительно больше, чем инсульт и значительно больше, чем даже ишемическая болезнь сердца. Ну вот здесь представлены механизмы, из-за которых это провоспалительные цитатины, мы о них много говорили, гиперактивация ренино-ангиотензиновой системы, ну и ремоделирование с развитием диастолической дисфункции. Особенности миокарда – концентрическое ремоделирование, выраженная гипертрофия, жировая инфильтрация. Ну и дальше, Юрий Михайлович, я хотел бы, чтобы дальше уже Вы прокомментировали в отношении ремоделинга больных с ожирением с точки зрения концентрической и эксцентрической гипертрофии. Уважаемые коллеги, мы видим с Вами различные типы ремоделирования. Для этого надо выполнить техокардиографическое исследование, определить тот или иной тип ремоделирования. Но если Вы думаете, что больному с ожирением очень легко поставить диагноз сердечной недостаточности, это далеко не так. И далеко не так по той простой причине, что наш пациент с ожирением может предоявлять жалобы, которые весьма близки пациентам с сердечной недостаточностью. У них есть одышка, у них снежная переносимость физической нагрузки. Поэтому понять, какой диагноз у больного с сердечной недостаточностью на самом деле не так просто. В одном из наших вебинаров мы обсуждали, давайте определим уровень натуретического пептида. Да, это можно сделать, но у больных с сердечной недостаточностью он нередко пониже. Вот на одном из слайдов, который предварительно Вы показывали, Сергей Владимирович, по механизму активации жировой ткани, это одно из возможных объяснений того, почему у больных с сердечной недостаточностью и ожирением уровень натуретического пептида низкий. Хорошо, мы до эхокардиографии выполним электрокардиографическое исследование. Знаете, какие интересные вещи? Оказывается, диагностическая информативность индекса Соколома-Лайона или же Корнельское произведение абсолютно разное, более выгодным второе. Поэтому легче всего было бы сказать, давайте сделаем эхокардиографическое исследование. Но любой практикующий врач вспомнит, что у этой категории больных нередко плохое ультразвуковое окно. И нередко бывает так, что жировые массы могут симулировать появление различных представлений о наличии у пациента, например, опухоли сердца. Итак, определилась гипертрофия миокарда левого желудка. Мы уже давно знаем, что сам по себе факт различных типов ремоделирования, мы видим процентное соотношение того, эксцентрическое и концентрическое, это то, что ассоциируется, как правило, с дальнейшим ухудшением исхода. Так вот, понять, что у этих пациентов при выполнении эхокардиографического исследования, это только одна часть разговора. А понять это на самом деле не так просто, потому что вот этот финальный путь развития левожелудочковой недостаточности, надо сразу отдать самую главную информацию. Может идти по разным путям. И у больных с сердечной недостаточностью и с ожирением нелетко нарушение по диастолическому типу. Это совершенно другая сущность пациентов. И даже если мы выполним эхокардиографическое исследование, мы всегда должны понимать, если плюс к сердечной недостаточности с сохранной фракцией выброса еще присутствует ожирение, это более тяжелая группа больных, у которых развивается большая гипертрофия миокарда левого желудка. То есть большое количество комплексных факторов. Мы видим с вами накопление жировой массы, дальше сосудистое сопротивление и воспаление. Все они будут приводить к развитию сердечной недостаточности. Мы часто говорим с вами про уровень высокочувствительного цирреактивного протеина. В самых разных ситуациях. Но ведь фактически если жировая ткань, это не просто пассивная ткань, а ткань, которая продуцирует большое количество вазоактивных средств, компонентов, которая продуцирует точно так же и воспаление, на самом деле будут ассоциироваться с разной вероятностью выживания и развития осложнений. Поэтому для нас очень важно понять, что те люди, даже у которых, предположим, не такой высокий уровень жировой ткани, если есть высокий уровень высокочувствительного цирреактивного протеина, конечно, это будет ассоциироваться с худшими исходами по определению. Мы нередко говорим, надо выполнять физическую активность, вы с этого начали разговор, Сергей Владимирович, что вот если мы на 10% снизим массу тела, то тогда, естественно, наступает повышение клинических исходов. Но при этом ведь надо помнить, что есть достаточно четкая связь между тем, как работает, функционирует левый желудочек, как у нас развивается повышение уровня заклинивания. И поэтому вот этот объем движения и вот этот объем движения у пациентов с разной массой тела будет давать разный результат. Иными словами, оценка состояния наших пациентов, в том числе и по переносимости нагрузок, имеет очень важную роль. Следующее очень важное обстоятельство того, что мы закладываем в понимание сердечной недостаточности сохраненной и низкой фракции выброса. Мы должны понимать, что частота развития осложнений тоже может быть совершенно разной. То есть надо четко представить, если у нас есть больное с ожирением и сердечной недостаточностью документированной с охраной фракции выброса, в зависимости от того, как растет масса тела, с годами будет больше вероятность развития неблагоприятных исходов. Это имеет немаловажное значение. Что является очень важным? Вот если посмотреть на вот эту кривую. Да, она не совсем напоминает ту классическую образную кривую, про которую мы привыкли говорить. Но сам по себе факт, посмотрим в отношении единицы, наличие роста индекса массы тела может ассоциироваться с разными исходами. И тут уместно вспомнить то, что получило название «парадокс ожирения». Это частая фраза, когда мы сталкиваемся с парадоксом курильщика, парадоксом ожирения, многих других обстоятельств. Но у больных с ожирением ведь было показано. Течение сердечной недостаточности протекает более благоприятно. Если мы посмотрим с вами на существующие рекомендации, а там будет звучать, например, фраза, что если это не обнормально высокое ожирение, что должно быть воздействие не связанное с терапевтическими, как вы приводили целый ряд препаратов. Но если быть объективным, опять же, это были рекомендации 2016 года. На самом деле у нас появляются новые классы препаратов, которые, конечно, включаются в введение больных сердечных недостаточностей. Я говорю про класс SGLT-2. Ну, Теоргий Михайлович, если позвольте, я вернусь назад. Меня впечатлило здесь вот эта верхняя кривая, это тяжелое ожирение. И посмотрите, что при ней именно этой форме ожирения резко возрастает количество больных сохраненных фракций выброса. То есть мы, ориентируясь на фракцию выброса, далеко не пошли. То есть здесь немного другой сценарий идет, так сказать. Более того, если посмотреть вклад в различных состояниях, которые могут приводить к развитию сердечно-достаточной сохранной фракции выброса, то вклад ожирения играет очень важную роль. Ну, мы с вами живем и трудимся в городе Герой Волгограде. Аркадий Львович, а легко ли поставить диагноз сердечной недостаточности у больного с ожирением в столице нашей Родины, в городе Герой Москвы? Нелегко. Могу сразу сказать. И для этого какие аргументы или противоречия, ну, барьеры для постановки такого диагноза? Итак, можно мне от простого? Можно, конечно. Ну, давайте вот, учитывая, что все-таки аудитория, ну, я так надеюсь, что не только кардиологов, да, для которых эта информация супер важна, но и терапевты поликлиники. Ну, вот если начать с простого. Мы говорим о сахарном диабете, ну, и вот его диагностика, одной из самых простых болезней для диагностики, представляет большие трудности, потому что врачи путаются в цифрах глюкозы. Это первое. Второе. Я не думаю, что вот так уж на терапевтом, на поликлинике проводят какие-то тонкие сопоставления между ожирением и сахарным диабетом. И это второе. Третье. Я могу сказать, что сейчас вот так сложилась жизнь, что мы хороним, хороним при ковидной инфекции практически всех больных, с сочетанием с сахарным диабетом и ожирением. И я думаю, я во всяком случае надеюсь, что сейчас мир должен перевернуться и обратить внимание именно на эту категорию болезней, о которых вы так ярко рассказываете. И, может быть, тогда что-то будет меняться. Ну и конец четвертое. Конечно, в среде такой терапевтической крайне редко используются лекарственные препараты, которые именно обладают наивысшим эффектом и при сахарном диабете, в том числе в сочетании с ожирением. Вот мои аргументы. Они простые, они такие совсем уже, может быть, ниже, чем нужно, но тем не менее это так. Спасибо, Аркадий Львович. Они действительно очень важны, потому что мы с вами видим каждый день пациентов, и нам действительно очень важно понимать, как внутри это все происходит при формировании течения заболеваний. Ведь это определенные метаболические изменения, активации нейрогуморальных систем, с одной стороны. Изменения у объемов, уровня натриевоспаления, дальше фиброз, изменения сосудистой стенки. И ведь что очень важно, ну вот сейчас, если взять публикацию последних лет о роли, например, микровоскуляторных, мелких сосудов в формировании патогенеза сердечной достаточности, развития фиброза, нередко играет ключевую роль. Конечно, в идеале можно пофантазировать, вот если бы это было бы легко оценивать у наших пациентов, мы бы, может быть, знали гораздо больше по определению. Но мы живем сегодняшним днем, и вести пациентов надо. Вы приводили, Сергей Владимирович, аргументы по поводу класса SGLT2 по снижению риска сердечно-сосудистых событий и увеличения продолжительности жизни. Пионером в этом направлении является эмпоглифлозин с эмпорегом. Это действительно так. Но ведь мы понимаем, что это только одна из составляющих уменьшения массы тела у больного с сахарным диабетом. Мы понимаем, что при большом количестве эффектов, которые есть у этого класса препаратов, мы можем рассчитывать на увеличение продолжительности, и это очень важная роль. Но смотрите, как интересно. Понятно, что эти исследования продолжаются, их будет еще очень много. Эффект на улучшение диастолы как раз то, что страдает у больных с ожирением, и снижение массы миокарда левого желудочка. Вот вы сказали про бариатрическую хирургию, а ведь если взять публикации последних лет, это как раз реальные доказательства того, что можно увеличить продолжительность жизни даже у больных с тяжелым течением заболевания. Вопрос в том, что это должно работать, это должно работать гораздо в большей доступности, ну, по крайней мере, в условиях нашей реальной клинической практики, чем это имеет место по определению. Ну и, наконец, еще одна вещь, Сергей Владимирович, а можем ли мы, потенциально зная, сказать, что и тот, и другой класс препаратов реально работают у больных с сердечной недостаточностью, ну, придавать, скажем, тому или иному классу большую роль. Ведь здесь же важнее синергизм, потому что за синергизмом на самом деле пойдет и снижение массы тела, и те благоприятные эффекты, которые мы получаем у больных с сердечной недостаточностью. И так было приведено в качестве аргументов снижение массы тела. Да, важно, никто не спорит, но на первое место все-таки мы с вами поставим диурез, натриурез. И вот нередко, когда обсуждается этот класс препаратов, производится сопоставление петлевые диуретики против класса СДЛТ-2. Какие объемы жидкости внутрисосудистые или внутритканевые, а для СДЛТ-2 ингибиторов это прежде устранение жидкости из внутриткани, оценивается как одно из положительных, благоприятных эффектов. Понятно, что эффектов на самом деле много, включая и метаболический эффект. Полироглютин, я не эндокринолог, но я знаю, что если обозначается препарат для больного с сахарным диабетом с ожирением, пусть будет сердечной достаточностью, там и тоже есть эффекты неплохие далеко при сердечной достаточности. И тут я бы задал вопрос вам, Сергей Владимирович, смотрите, я получаю от моего коллеги эндокринолога одного пациента, в котором расписано две опции, либо СДЛТ-2, либо вироглютин. Ну, на кардиологической поляне чаще говорят про СДЛТ-2. Как бы вы поступили, будучи врачом-кардиологом, если бы вы получили рекомендацию? Можно и то, можно и другое. Ну, Игорь Михайлович, я думаю, что здесь, вот если следовать тому тренду, который озвучил Аркадий Львович, то, конечно, это для врача поликлиники терапевта, ну, не хочу сказать, лес дремучий, но точно не уровень принятия его решения. Если говорить о том, что этот пациент попадет на такую совместную Team Spirit и работа, так сказать, какоманная кардиолога-эндокринолога, то я бы для себя, как водораздел, поставил одну простую вещь. Что если мы имеем больного с сердечной недостаточностью и хроническими заболеваниями почек, то здесь разделом между препаратами будет оценка риска развития инсульта. Потому что по сердечно-сосудистой смертности они похожие классы препаратов. Они защищают почки и те, и другие. Ну, и ЖЛК-2, наверное, несколько лучше. Вес снижает, наверное, лучше все-таки ЖЛК-1. Вот, ну, мы видели, что вот это энтретиновые препараты, они в этом плане работают. Ну, у них есть минус, что если там таблетки, плата этой ЖЛК-2, того же эмпоглифтозина, то здесь это инъекции. Но при всей моей горячей преданности ЖЛК-2, и, конечно, феноменальный эффект, потому что в арсенале у ЖЛК-1 нет такого эффекта, такого исследования, как Дапа Катфейл, и ждем сейчас по эмпоглифтозину такого же исследования. Вот у них есть один недостаток. Это проблемы с инсультами. Потому что все-таки снижение инсультов гарантированно больше идет на ЖЛК-1. То есть если мы боимся этого больного, ну, скажем, по анамнезу, по там чрезвычайно высокому уровню давления, и это инсультный сценарий, ну, тогда я бы все-таки выбрал ЖЛК-1. Ну, следуя этой логике, можно бы признать и поздравить тех исследователей, которые попробовали применить два класса препаратов, которые мы обсуждаем, у одного пациента. Это продемонстрировало выраженное снижение массы тела гораздо больше, чем каждый из компонентов. Ну, а вот этот слайд показывает, что может делать лироглютит. Если мы с вами видим сравнение с аррестатом, с признанным препаратом, здесь минус 4,8, а это в 20 сегодня недель лечения, конечно, очень хорошая рекомендация сама по себе. Вот еще одна характеристика, не менее важная. Как спит наш пациент? И как он себя ведет применительно к слипопное? Мы видим здесь вклад именно лироглютита как положительная характеристика. Это тоже важно. Ну, вот, Юрий Михайлович, я позвольте здесь комментарии. Там, помните, когда схема была сложной, вот это развитие сердечной недостаточности, там мы не коснулись левой части, а там правые отделы сердца страдали из-за пноя. Вот. И здесь как раз вот это выравнивание правых и левых отделов сердца нагрузки, наверное, тоже будет иметь... Наверное, еще один очень важный комментарий. Мы больше всего сейчас располагаем данные про сердечную недостаточность со сниженной фракцией выбросов. Мы ожидаем результаты с сахароснижающими препаратами у больных с сердечной достаточностью с сохранной фракцией выбросов. Посмотрим, какие там будут результаты. В моем представлении все-таки при сердечной достаточности мощный рывок будет у класса СЖЛТ-2 ингибитора. Ну, следующее логично метаболическое нарушение гиперурекемия. Та же самая вещь, которая происходит и при ожирении, при сахарном диабете. Микс такой кардио-нефрологической патологии. Ну, а вот дальше смотрите, пожалуйста, на то, что происходит и как влияет вес, как влияет артериальная гипертензия, как влияет прием диуретиков на риск развития гиперурекемии подагры. Ну, мы отчетливо видим, что прибавка в весе, она даже больше значима с точки зрения нарушения пуринового обмена для женщин. Вот, хотя традиционно считается, что мужчины все-таки несколько чаще заболевают подагрой, гиперурекемией. Само по себе давление, конечно, прием диуретиков. То есть, это те вещи, которые приводят к развитию гиперурекемических осложнений. Очень интересная вещь у женщин, так сказать. Ну, мы с вами опять-таки видим пропорцию того, что при индексе массы тела 25,9 риск гиперурекемии повышается почти в 3,5 раза. При ожирении в 6 раз. То есть, это дополнительная нагрузка на почки, это дополнительная нагрузка на сосуды с потерей эластичности, ну, и диуретики превосходят здесь, в этом анализе, даже влияние веса на... А если они в сумме идут диуретики? Ну, конечно, потому что мы понимаем, что больной с артериальной гипертензией на фоне ожирения будет получать комбинированную терапию, точно, скорее всего, на 90% будет получать диуретики. Подагрическая некропатия тоже очень быстро развивается. Ну, и здесь перечислены факторы риска подагрической некропатии, которая достаточно быстрая. Ну, вот мне очень я люблю этот слайд показывать, потому что здесь вообще много, что в нем есть посмотреть. Больной с подагрой. Больных сейчас таких достаточно много, я думаю, что сейчас у нас будет на злобу дня тема больных с бессимптомной гиперурекемией, я уже говорил, что в силу того, что 100% при артериальной гипертензии ее надо будет определять. Ну, вот посмотрите, интереснейшее исследование, почти 10 тысяч больных, 57% у них имеется артериальной гипертензии, половина почти нарушения липидного обмена, выраженный атеросклероз и артериальной гипертензии, утретий, диабет каждый пятый, а дальше интересная процент коморбидности. В среднем 5 заболеваний, но мы же с вами помним еще, для врачей поясняют, что есть средне квадратичное обновление, плюс-минус, то есть, ну, если возьмем плюс-минус 3, значит, у кого-то 8, у кого-то 2, но в среднем 5. Одновременно принимают, ну, вот это вообще фантастика, конечно, 11 препаратов плюс-минус 8, значит, кто-то минимум 3, а кто-то принимает 19 препаратов, почти 20 препаратов, ну, как человеческий организм все это переносит, мне сложно сказать, ну, и, конечно, наиболее часто антигипертензивные статины, НПВС, это тоже вполне понятно. Еще одна вещь, мы сегодня говорим о сахарном диабете достаточно много, потому что понятно, что при ожирении это частое коморбидное состояние, и здесь, обратите внимание, при сахарном диабете уровень мочевой кислоты, как предиктор смертности, превосходит объем талии, вес и уровень гликированного гемоглобина. То есть, мы должны для себя из этой таблички сделать простую вещь, что если у больного с сахарным диабетом есть повышение уровня мочевой кислоты, надо думать о том, как его снижать. И желательно не только думать, но и снижать, потому что в противном варианте мы получим высочайший риск сердечно-сосудистой летальности. Препаратов у нас достаточно много на сегодняшний день. Конечно, с моей точки зрения, аллопуринол остается золотым стандартом, но у нас есть вот это очень интересное раздел, урикозурические препараты. Это наши с вами кардиологические препараты. Это блокадры рецепторов ангиотензина-2 и статина. Сергей Владимирович, на мой взгляд, весьма актуально будет, я попрошу Аркадий Иванович тоже прокомментировать, все-таки позиции колхицина сейчас активно обсуждаются при течении, при лечении больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ваш взгляд на будущее вот этого подхода с использованием колхицина, включая больных с гиперурикемией? Я думаю, Аркадий Иванович ответит, а я потом прокомментирую, ну не ответит, а скажет, озвучит свои мысли, а я потом прокомментирую, потому что я с культуром работал. Ну, я думаю, что у препаратов глюкозориических действий и у алопуринола, сейчас он будет как-то иначе называться с июля месяца, не алопуринол, ну не имеет значения, да. Мне кажется, они более яркие, чем колхицина. Я в опыте колхицина не имею никакого. Ну, Юрий Михайлович, я скажу так, что вот в теории у него действительно мощнейший противовоспалительный эффект, и он быстро купирует обострение подагрическое, действительно, реально очень быстро, но его переносимость оставляет желать много лучшего. Терапевтические в дозах, он, причем, не важно даже, что эти дозы поддерживающие в тех исследованиях, о которых вы говорите, по противовоспалительному, там, по-моему, при остром коронарном синдроме был, и при перикардитах, вот. Даже в этих терапевтических дозах у него достаточно плохая переносимость. Если прочитать инструкцию к алкицину, то там есть один интересный момент, что диспептические явления тошнота и рвота появятся до того, как появится обезболивание, а оно на 90% появится при подагре. И это побочный эффект. И они как раз трактуют, что вот тошнота и рвота появились, это хорошо, значит, боль уйдет. Она уходит в течение первых двух суток, однозначно, чем при тяжелом подагрическом артрите. Но выдержать такую терапию, это не терапия налаприлом или лазертаном. Ну и вот здесь как раз показано, что лазертан, в отличие от других препаратов, достаточно хорошо. Ну и мы с вами всегда говорим, что это уже такая причина, устойчивая, что говорим из гипотензивных лазертан, когда выбрать всегда говорят гиперурекемия и подагр. Ну и аналогичная ситуация со статинами. Статин тоже, особенно аторвостатин, он может хорошо влиять на снижение уровня мочевой кислоты. У нас была кандидатская диссертация, по-моему, вы были оппонентом по ней, где сочетание аторвостатина и лазертана давало на протяжении года приблизительно такое снижение, как глусобка алопуринола. Вот, поэтому это альтернатива алопуринола, хотя я еще раз говорю, что алопуринол не заслуженно недооцененный препарат Российской Федерации. Ну и, конечно, вот я не могу пройти мимо этого исследования, мы сегодня много говорим, эмпорек, мочевая кислота минус 24%, то есть мы в итоге что имеем? Мы имеем снижение с вами сахара, мы имеем снижение веса, мы имеем снижение давления и еще бонусом к нам идет снижение уровня мочевой кислоты, причем это один из тех механизмов, который считается очень важным с точки зрения реализации этого препарата в снижении сердечно-сосудистой смертности. Ну и, Юрий Михайлович, дальше атеротромбоз, естественно, больные с венами, со всеми вещами, вот такой набор факторов, он, естественно, все это ассоциировано с ожирением, потому что эти факторы присутствуют при ожирении, это все заболевания, сопутствующие ожирение. Поэтому, конечно, надо бороться с атеротромбозом, но вот посмотрите, здесь, конечно, цифры впечатляют, венозные тромбоэмболии в два с половиной раза, пульмональный тромбоз в два раза. Ну, я могу сказать, что мы с вами занимаемся проблемой кардиоонкологии, наверное, такие цифры только при кардиоонкологии, но там чуть выше, конечно, но такого мощного влияния, как тромбогенный фактор, говорить не о чем. Давайте порассуждаем по поводу того, что это ведь не только определенная локализация, не только венозные, но и артериальные тромбозы, и вот когда прозвучала атеротромбоза, это кажется только легко обозначить диагноз ожирения у больных, например, с острым инфарктом, миокарда. Но как только пациент с острой коронарной патологией оказывается в клинике, выясняется, что совершенно по-другому может протекать заболевание. Статистически меньше ему могут выполнять инвазивных процедур. Да, в конце концов, просто масса тела. Если вспомнить, особенно более ранние аппараты, которые поставлялись нам для того, чтобы проводить исследования наших пациентов, четко рассчитывали массу тела. Да, потом эта цифра росла, но была определенная популяция пациентов, которым по показаниям даже не могли выполнить, например, коронарную ангиографию. Там очень много появляется интереснейших вещей, и которые надо знать. Это и по поводу того доступа, который используют надо при выполнении процедуры. Надо понимать, какие стоят отдача предпочтения стендам с лекарственным покрытием. Если это коронарное шутирование, гарантированно больше инфекционных осложнений. То есть, в моем представлении, это отдельный мир. И понятно, что когда мы выбираем те или иные препараты, мы понимаем, что будет, например, играть роль выбор антитромбоцитарных препаратов, которые мы назначаем больным с остров-коронарным синдромом. Ну, вот эта публикация, она 2014 года, что индекс массы тела не влияет на функцию подавления тромбоцитов, когда мы говорим о сравнении двух ингибиторов P2Y12 с рецептором. Но ведь интересно, если посмотреть на вот эти эффекты, ну, сравнение препаратов, они ожидаемые. Просугрел, препарат, с которого должно начинаться инвазивное лечение остров-коронарного синдрома, тикагрелор, это препарат, который используется и при инвазивном и консервативном лечении. Меня всегда вот в этом рисунке поражало распределение. Вот вы говорили, масса тела 25 больше, меньше, либо больше 30, и, соответственно, как себя ведет активность тромбоцитов. Ну, действительно, правда, очень интересно. Второе, это наличие метаболического синдрома. Мы видим разницу по действию препаратов. Мы видим здесь более выраженная способность именно влиять на функцию тромбоцитов. Иными словами, мы понимаем, что как только мы вспоминаем слово ожирение, вот здесь результат исследования платы, это больные с остров-коронарным синдромом, но ведь это больные СПС, у них есть сахарный диабет и целый ряд других сопутствующих состояний, и понятно, что у данной категории пациентов расчет на получение положительного результата у больных с ожирением и с сахарным диабетом тоже всегда должен просматриваться в контексте основного. Вывод простой, что польза препарата она одинакова и в том, и в другом случае при наличии либо отсутствии диабета. Но здесь включается третье поле, это функция почек. И это правда становится коллеге очень интересным, потому что мы фактически должны с вами констатировать как факт, это комплексная оценка больного, особенно с острой коронарной патологией, потому что не учет того или иного фактора будет показывать отсутствие положительного результата. Следующая не менее важная тема это фибрилляция предсердий. Это действительно интересно, потому что ожирение имеет свой самостоятельный вклад в развитие фибрилляции предсердий. Этому есть свои основания. Есть клинические доказательства, на что мы ориентируемся как клиницисты. У нас есть достаточно мощная эпидемиологическая база, у нас есть и патогенетические доказательства, которые показывают, что это может быть. Вот это один из анализов, который был опубликован пять лет назад, да, пять лет назад, который реально показывает, насколько может развиваться фибрилляция предсердий болит с ожирением. Мы можем точно построить формулу, что существует прямая зависимость, чем больше масса тела, тем больше вероятность развития фибрилляции предсердий. И вообще-то, обсуждая введение фибрилляции предсердий больных с ожирением, мы понимаем, есть очень важный блок, касающийся антикогулянтной терапии, но это далеко не все, что мы должны будем сделать. Это решение вопросов удержания ритма или контроль частоты сердечных сокращений, это профилактика развития осложнений, это ведение тех заболеваний, которые есть у нашего пациента. Ведь если мы снизим массу тела, мы можем спокойно с вами рассчитывать на снижение риска развития фибрилляции предсердий. Но это надо сделать, то есть не констатировать, а надо сделать у своего конкретного больного. Или, например, пожалуйста, эффективность рива-ксабаны при различной массе тела. Как вы прокомментируете, Сергей Владимирович? Ну, Игорь Михайлович, я всегда говорю, что есть большая тройка, это рива-апи и добегатран, соответственно, эти ксабаны. И здесь как раз каждый из них имеет на протяжении своей истории появление какие-то нишированные применения. Ну, мы помним по тому же рива-раксабану, они похожие результаты дают, но там, скажем, в исследовании было больше больных с сахарным диабетом. И здесь как раз вот по нему они достаточно активно изучались, посмотреть, в том числе Рокет АЭФ, то есть большое исследование, Эйнштейн АЭФ, тоже, так сказать, разноплановые исследования, не только коронарные исследования, это после больших хирургических вмешательств, было показано, что его эффективность не теряется с массой тела, что очень важно, не создает это дополнительных терапевтических проблем для пациента, извините, для пациента и для врача, конечно. Хотя, если вы говорили о в среднем 11 препаратах плюс-минус и у кого-то было почти что 20, понятно, что мы начинаем с вами оценивать лекарственное взаимодействие. Вообще, ведение этой категории больных действительно представляет очень большую трудность. Но вот та тема, которая заявлена дальше, болевой синдром, про это можно сказать любой больной с ожирением. Все-таки, что может болеть у больного с ожирением? Ну, спина и суставы, конечно, у него прежде всего будут болеть. Я хотел бы в продолжении того, что вы сказали, что представьте себе, что это высокие потребители нестероидных противооспалительных препаратов. А мы понимаем, что это одно из концептуально сложных взаимодействий с новыми, с теми же дезагрегантами и так далее и тому подобное. Ну, посмотрите, ожирение артрит, данные американцев, при ожирении вероятность артрита составляет 61%. Статистика грустная, каждые 5 килограммов увеличивают риск артроза на 36%, при ожирении риск развития артрита повышен на 60% и почти в два раза риски, связанные с ограничением трудоспособности из-за этого. Мы уже говорили применительно к подагре коморбидность, но вот здесь тоже коморбидность впечатляет. Варикозная болезнь два с половиной раза. Уже говорили, не буду повторяться, диабет, артериальная гипертензия, про тромбозы сказали, стенокардия сказали, но боли в спине, минимум два-два с половиной раза остеоартрит и боли в спине. Соответственно, с этой проблемой надо бороться. Вот здесь представлены механизмы развития. Они сводятся, я бы сказал, к двум вещам. Чисто механические и второе, это опять пресловутые провоспалительные цитокины. То есть общий механизм и поэтому препараты, которые подавляют воспаление, они, конечно, нам нужны для того, чтобы все это решить. Ну, вот здесь показано, почему происходит. В том числе, вы видите, что здесь нагрузка на суставную хрящевую ткань, она приводит к этому. Механизмов очень много. И здесь для нас важно понимать, что вот как раз эти костно-мышечные проблемы, связанные с ожирением, они не ограничатся. Вы спросили, что будет болеть. Ну, прежде всего, суставы и боль в спине. Дальше опять сюда попадает подагра, они уже поговорили, воспалительные артриты, хронический костно-мышечный болевой синдром и плантарный фаскулит. Тоже понятно, почему. Давят, специальные должны быть ортопедические стельки, чтобы всего этого не происходило. Ну, и дальше еще одна вещь, вот это уже посложнее будет, потому что, вернее, не посложнее, а менее приятная вещь. И посложнее, да, потому что, во-первых, мы понимаем, что на такой массе тела любое хирургическое вмешательство, да еще с анестезиологическим пособием, да еще при комборбидной патологии, ну, это не позавидуешь хирургу-анестезиологу. А теперь посмотрите, пожалуйста, процент протезирования, 72% при индексе массы тела выше 30, 21% при избыточной массе тела, при ожирении, вы видите, что здесь процент вырастает значительно, практически в 3 раза. Ну, и нетрудоспособность может уменьшаться при снижении, связанной с остеоартритом, с остеоартрозом, она может уменьшаться при снижении веса, это реально то, что работает. Конечно, на короткий период могут быть НПВС, но базовая терапия, это, конечно, комбинированная базовая терапия хондропротекторами. И сегодня, вот в отношении этого класса подменялось представление довольно радикально, потому что считали, что это чуть ли не биодобавки. Сегодня это самостоятельный, очень важный класс препаратов в лечении хронического болевого синдрома. Они дополняют друг другу с точки зрения хондропротекции, они обладают каждый сам по себе еще и противовоспалительным эффектом, что очень важно. Ну, в качестве примера, их много сейчас препаратов, мы просто работали с артрой, посмотрите, какой быстрый эффект по функциональному и главное, по динамике болевого синдрома оказывают препарат через полгода. Важнейшая составляющая в голове держим, что эти больные так или иначе принимают НПВС для обезболивания. Резко снижается количество потребляемых НПВС. Ну, а здесь вот самое главное для нас, наверное, то, как чувствует себя больной. Почти в 4 раза через 3 месяца на хондропротектора снижается болевой синдром. И это важно, потому что это хроническая боль, по поводу которой люди что только не делают. И массажи, и ударно-волновую терапию и так далее, и тому подобное. Ну, и фантастически на 88% через 3 месяца снижается больных прием нестероидных противовоспалительных препаратов. Поэтому надо пользоваться, надо его назначать, потому что это то, что повышает качество жизни наших пациентов с хроническим болевым синдромом. Ну, выходя на финишную прямую, я хотел бы здесь прежде всего сказать о том, что нам, когда мы работаем с больным с ожирением, нужно оценить его способность и желание снизить вес. Значит, вот приводится такая в руководствах по ожирению простая шкала. Первый вопрос, как важно для вас снизить вес и держать его под контролем. На второй вопрос, насколько вы уверены, что вам удастся это сделать, надо привести вот такую вот прямую. А это по 10-бальной шкале очень уверен, в том и другом случае не уверен. Значит, вот считается, что если это ниже 6,5 баллов, то затеваться и верить в то, что он будет выполнять, по крайней мере, ваши немедикаментозные рекомендации по коррекции веса не приходится, это скорее всего больной будет не очень к ним комплаентным. Ну и вот здесь вот показано то, о чем я говорил, говоря, уже переходя к немедикаментозным методам коррекции, конечно, совершенно потрясающий эффект по влиянию на все показатели триглицериды, липиды, гипертония, глюкоза, метаболический синдром до и после бариатрической хирургии. Ну вот это группа сравнений без хирургического вмешательства, группа после хирургического вмешательства, ну совершенно очевидно фантастический эффект. Радуга здорового питания, она понятная, здесь перечислены те составляющие, которые быть должны в рационе любого человека, в том числе больного с ожирением, ну и здесь стандартные все вещи медитарианской, средиземноморской диеты, дашь диета, которые сводятся к тому, что мы увеличиваем потребление одних и уменьшаем потребление других. Ну я не примену спросить, мы с Аркадием Львовичем, с вами Сергей Владимирович, как раз обсуждали диеты некоторое время назад. Это продолжает оставаться в поле чего-то недостигаемого или это все-таки достаточно объективная вещь, которую надо реализовывать? Ну Юрий Михайлович, я отвечу таким образом, что для больного с ожирением приемлема та диета, во-первых, которую он может придерживаться в течение всей жизни, потому что часто модификация диет, их на нашей памяти было очень много, мне однажды журнал немецкий попался еще времен социалистических, перевод был немецкой публикации, они насчитали где-то в середине 80-х порядка двух с половиной тысяч различных диет для ожирения. Поэтому я бы сказал так, это первая позиция, что больной может ее и сможет придерживаться в течение всей жизни. С моей точки зрения все может быть упрощено. треть того, что вы принимаете каждый прием пищи, должно оставаться на тарелке или в чашке. Да, это, конечно, жалко, у нас мы все с бабушкиных времен приучены доедать мамную кашу до конца, но треть должна оставаться. Если треть остается, то через три месяца больной с ожирением начинает худеть, у него вырабатываются новые пищевые привычки, и может быть даже скажу совершенно крамольную мысль, что вот эти достаточно сложные дорогостоящие диеты и можно не рекомендовать, если мы гарантируем, что с каждым приемом пищи, в каждой тарелке, в каждой чашке треть будет оставаться. Следующая позиция, которая для нас она важна, конечно, это физическая активность. Вот здесь в наших все руках, в наших мышцах мы должны четко понимать какой тип активности, какая мощность, какая частота и вообще какая активность. Ну, начнем с того, что для больного с ожирением, как и любого больного с сердечно-сосудистой патологией, это анаэробные нагрузки не показаны. Они закисляют среду, только аэробные в переводе на русский язык циклические виды спорта. Значит, они наиболее показаны для этой три вида физической нагрузки. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что для больного с ожирением это вот эта тренировка сердечно-сосудистая ходьба, бег, аэробные упражнения. Понятно, что особенно вот эта позиция, она не бесспорна, потому что мы представляем, что такое будет даже со стороны смотреться 150 килограммов бегущие по дорожке, так сказать. Поэтому, наверное, это ходьба, я потом скажу, что из всего этого, конечно, скандинавская ходьба. Это к респираторной тренировке похудания не имеет никакого отношения. Аргумент для тех, кто говорит о том, что у меня нет времени на физические нагрузки. Американцы цинично сказали, есть объем нагрузок, вот его надо выполнять. И он складывается из длительности, частоты, интенсивности. Ну, соответственно, мы понимаем, мало времени, увеличить частоту, интенсивность. Ты физически детренированный человек, значит, увеличь продолжительность и частоту снизь интенсивность. То есть, вот эта формула, она позволяет адаптироваться к любому ежедневному привычному образу жизни человека. Когда мы говорим вообще с больным о физических нагрузках, надо сразу определиться в дефинициях, чтобы мы понимали, на одном языке говорили. Умеренная физическая нагрузка, которую можно выдержать в течение часа, интенсивная, при которой через 30 минут появляется усталость. Опять, у нас с вами, вот и Аркадий, его сейчас здесь сидящих на троих ведущих этого вебинара, совершенно разное будет умеренное физическое, интенсивное физическое нагрузка. Но для больного важно понимание, потому что они адаптированы к его исходному уровню тренированности. И, соответственно, следующая рекомендация, она исходит из этого. Вот это для него ничего не будет понятно звучать, если мы предыдущие слайды не донесем, что такое умеренное и что такое интенсивное физическое. А на самом-то деле, времени не очень много требуется. Смотрите, умеренной активности 2 часа 30 минут в день, ну, соответственно, простое математическое действие 2 часа 30 минут, сколько получается? У нас получается приблизительно 25 минут, нет, чуть больше, наверное, 30 минут в день. 30 минут в день умеренной физической нагрузки. Если интенсивное, то здесь еще меньше, то есть по 15 минут в день фактически интенсивной нагрузки. польза для здоровья и снижения веса. Ходьба. Безусловно, это то, что нужно, с чего нужно начинать. И очень четкое понимание. Во-первых, вы уже сказали, раньше шагомер, но сейчас у нас у всех гаджеты, которые хорошо меряют нашу физическую ежедневную активность. с чего нужно начинать. Среднее расстояние за один день в течение недели. Но сегодня я еще раз говорю, все гаджеты молодежные, носимые эти браслеты, фитнес-браслеты, они позволяют очень четко отследить это. Сколько за неделю приходили. Следующий шаг. Нужно увеличить дистанцию на 500 тысяч шагов в день. Но это сделать каждый день на протяжении недели. То есть банальная рекомендация, но поверьте мне, я по себе даже знаю, выполнить ее достаточно сложно. Ну, а дальше глобальная цель. В течение какого-то для себя обозначенного срока, пусть это будет месяц, пусть это будет два месяца, но вот к этому базовому расстоянию добавить 3-4 тысячи шагов в день. И тогда человек начинает худеть. Ну, вот здесь представлены расчеты энерготрат, правда, для человека, конечно, без ожирения, но с ожирением также можно рассчитать, сколько будет необходимо проходить для того, чтобы потратить 1200 калорий за неделю. Ну, 1200 калорий, мы понимаем, это средняя такая, то, что потребляет человек за день пищи. Ну, вот, приблизительно не очень большие уже повременные затраты. Безусловно, скандинавская ходьба сегодня на верхушке пирамиды нагрузок. Почему? Первое, ну, вот мы видим с вами при скандинавской ходьбе максимальное количество мышц задействовано. При обычной 70, здесь 90. Значит, уже энерготраты будут больше. Следующее, ну, я не случайно сказал представить вот это бегущего человека с избыточным весом сложно. Ходящего с палочками, ну, вполне возможно. И посмотрите, что здесь-то ключевое. Мы же только что говорили о болевом синдроме, а здесь мы его еще заставляем двигаться, что очень важно. кстати говоря, без движения не подействуют хондропротекторы, они действуют только, когда нагружаются суставы и позвоночники, физическая нагрузка и вертикализация. Без этого не работают. Соответственно, здесь за счет вот этих палочек уменьшается нагрузка на стопу, голеностоп, колено, позвоночник, бедро. Человек чувствует себя лучше, у него начинают работать хондропротекторы, он начинает снижать вес, ну, и особенно важно для больных с болью в позвоночнике. Ну, и насколько вы активны, вот, коллеги, я думаю, что сейчас вы сидите с той стороны экранов, можете оценить, где вы находитесь, нам комментировать не надо, для себя просто оцените, в какой позиции у физической активности вы находитесь, и сделайте выводы, рекомендации мы вам дали, насколько нужно увеличивать ежедневно вашей базовой фоновой физической активности. Ну, и, наконец, существует вот эта пирамида, ее аналогичная среднеземноморская или даже диете физических нагрузок, ну, ежедневно наши рутинные энерготраты, подъемы, спуски по лестнице, не использовать лифт. Ну, в эпоху ковида я скажу так, что вероятность в лифте заразиться будет больше ковидом, нежели, так сказать, спускаясь по лестнице. Больше ходить в течение дня по работе и на дому, по дому. Ну, если руководящий товарищ высаживаться за квартал до квартиры из машины и отпускать водителя, у кого есть собака, ну, гуляйте с собакой. Три-пять раз в неделю, ну, давать какие-то нагрузки в виде игровых видов спорта. Ну, а дальше, вы видите, так сказать, пилатус тоже может быть полезен. Ну, и максимально ограничить то, что на вершине пирамиды, конечно, 30 минутами мы не ограничим ни просмотр, ни компьютерные игры. Ну, а для нас с вами сегодня компьютер, конечно, это, к сожалению, это, сказать, вариант работы стандартный стал, особенно на удаленке. Поэтому, коллеги, вот, Юрий Михайлович, прокомментируйте что-то, вы так смотрите, а задача на этот столбик. Я смотрю на самую вершину применительно, компьютер, вы уже сказали фразу, применительно к просмотру телевизора пребывания в положении сидя. Ну, у нас популяция людей, которые как раз занимаются такой деятельностью, она достаточно велика. Значит, соответственно, мы, если мы говорим про ограничения, то вот эта роль играет в очень важном, в зависимости уже от типажа человека, либо индивидуальной занятия, либо занятия игровые, когда уже работает дух команды. Это невероятно интереснейшая тема разговоров, потому что, когда обсуждаются различные воздействия, начиная от йоги, заканчивая различными медитациями, существует масса направлений. Я бы только один бы дал бы комментарий. Жесткость рекомендации по физическим нагрузкам должна быть где-то обязательно проверена, чтобы мы могли сказать, вот вы сказали, что увеличилась нагрузка на столько-то метров, можно рассчитывать на такое-то снижение массы тела. По той простой причине, что это позволит формировать приверженность к этим подходам. Это очень важно. Ну, Игорь Михайлович, я здесь позволю себе сказать, ну, во-первых, фитнес-трекеры сейчас нашу с вами задачу облегчают, а второй момент, я сегодня не говорил об этом, но, в принципе, для выработки здоровой привычки, любой, что по питанию, что по физической активности, нужно 66 дней, и психологи говорят, что вот 66 дней повторялось одно и то же. Вот тогда будет выработана привычка на это. Ну, и, коллеги, заключительные слайды, я очень люблю показывать, такой новый котик с культом и бутылкой пива, что нужно, чтобы изменить образ жизни этого кота, нужно купить собаку, чтобы она его гоняла. И тогда, наверное, есть шансы человеку похудеть и справиться с ожирением. Спасибо, коллеги, за внимание. Перед тем, как вы будете отвечать на вопросы, я хочу вот для всех и для вас ваше мнение, а для всех вот как некое мое мнение. Самая печальная во всей истории ожирения, что толстые люди очень любят поесть. И для них это одно из, если не единственная радость в жизни. И вот мне представляется, что диета и физические нагрузки, которые безусловно важны, но нужны какие-то способы, вот те, о которых вы говорили, с учетом разных разных сочетаний с ожирением. Нужна какая-то, все-таки медикаментозная поддержка, потому что иначе, мне кажется, очень сложно похудеть, потому что вот в этом желании поесть, это вот как больной с сахарным диабетом, но он любит сладкое, ну что можно сделать? И вот мне кажется, что то, что вы сегодня рассказали, вот это в таком необычном формате, я это слышу впервые, да, только в книжке вашей прочитал об этом, то вот такая комбинация того-того-того может принести вот тот результат, который мы все хотим, ну, уменьшим весом. Ну, я абсолютно согласен, что в принципе существует цитата, что ты болеешь тем, что ты ешь, вот, ну а здесь, соответственно, про сахарный диабет, это то, что вы сказали, ну, не случайно, вот мы когда в первой лекции говорили в прошлый раз, огромный процент больных и огромное поле больных препаратов на основе антидепрессантов для лечения ожирения, понятно, что надо заместить чем-то. Я думаю, что здесь отдельная проблема, что нам, конечно, нужны психологи, которые, психотерапевты, которые помогут найти что-то более интересное, чем просто покушать. Ну, я вернусь к нашей первой части, коллеги, до тех пор, пока мы не будем воспринимать ожирение как болезнь, в реальном понимании смысла, не только по постановке диагноза, но и определенным медикаментозным и немедикаментозным воздействием, количество больных с ожирением у нас будет расти, как это имеет место. И, соответственно, к 50-м году у нас станет половина с ожирением, половина без ожирения. И тогда возникнет вполне закономерный вопрос, а что же является нормой? У нас появилось несколько вопросов, ну, например, вопрос сортана обладает преимуществом перед ингибитором АПФ в лечении ХСН сохранной фракции выброса и вопрос. Он отвечается следующим образом. У нас нет доказательств ни для сортанов, ни для ингибиторов АПФ у этой категории больных улучшать прогнозы. Но у нас есть доказательства снижения частоты госпитализации и улучшения качества жизни. Препаратов не так много, но в основном есть хорошая база доказательная на сортанах, это конкретно кандесартан, бета-атреноблокатор небивалов, диуретик или отогонить минералокротикоидных рецепторов сперронолактон. Поэтому сказать, что сортаны лучше, а ингибиторы кожи так сказать нельзя. И теми и другими мы эффективно лечим артериальную гипертонию, и это тоже самостоятельный подход по лечению сердечной недостаточности. Ну, метформин по мою душу, наверное, Юрий Михайлович, предпочтительный метформин лонг тысячи миллиграммов в сутки. Длительность не ограничена. А предпочтительный потому что? Ну, потому что лучше переносится, гораздо меньше, и лучше контроль гликемический, плюс мы говорили палеотропные эффекты метформина и так далее. Ну, и коллеги, ну, можно утверждать, что мало кушают, конечно, но это надо верить. Так, на каком уровне кислоты еще в пределах референсного интервала нужно назначать лапуленол и присниженные какие препараты назначаются при гиперолекемии. Но аллопуленол назначается не только с уровнем мучевой кислоты, но с моей точки зрения, если он выше 450, то уже надо рассматривать вопрос. И второй важный момент это клиническая симптоматика, которая есть. Это суставной синдром, может быть, так сказать, обострение, как часто. Я бы еще один момент добавил, что аллопуленол требует увеличения потребляемой жидкости, чтобы не откладывались кристаллы, поэтому очень часто его назначают вместе с урикозулическими препаратами, с тем же блемореном, который выравнивает плаш мочи с тем, чтобы не откладывались кристаллы мочевой кислоты. Показаны ли хорстропротекторы? Да, можно назначать так. Как должны быть курсы хондропротектора в году и какой продолжительности? Ну, вы знаете, здесь какой-то четкой прописи нет. Надо понимать, что хондропротекторы только разворачивают свое действие в полной мере к концу третьего месяца, поэтому я бы сказал так, что год терапии хондропротекторами это будет, если не оптимально, то минимальный срок, который я бы задевался с этим классом препаратов. Ну, и, коллеги, я хотел бы пожелать, там была такая ремарка в чате, что человек с ковидом, пожелать ему здоровья, выздоровления, конечно, и, ну, перенести все то, что плохое связано с этим заболеванием без последствий. У Сергея Вадимовича не до года. Книга имеет очень сложное название и называется «Ожирение». Ее можно посмотреть нужно на нашем сайте «Амбулаторный врач» в любое время дня и ночи. Ну, там многое из того, что мы говорили, здесь есть. Да, конечно, да. Ну, что, спасибо большое всем, спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.